Вновь расстались Я понимаю, процедура не из приятных, но что делать? Это точно не ваш муж? Нет, это не он Распишитесь вот здесь Добрый день, девушка, пригласите, пожалуйста, начальника отдела кредитования А вот же он Ну, привет Илья Не ожидала Ты что, здесь работаешь? Да А Борис тебе не рассказывал, что я ему с кредитом помогал? Может, ты говорил? Я не помню Я особо не вникала в его дела Странно А в финакадемии была отличницей, всем интересовалась Вспомню Когда это было? Борис всегда хотел себе жену уютную, домашнюю, а не бизнес-вумен Повезло ему с женой Так Только не говори, что ты не знала про кредит Ты же поручитель И, кстати, отвечаешь за долги по кредиту наравне с мужем Про кредит, конечно, я знала Я не знала про задолженность Я была уверена, что Борис все вовремя выплачивает Платежи не поступали уже, он, пять месяцев С процентами и штрафами это, о, вот такая сумма Почему он мне не сказал, что пропустил столько платежей? Ну, куда ж я знаю Он и нас кормил обещаниями Простил кредитные каникулы В результате исчез Ты извини, но банк вынужден подать в суд Подожди, я же не отказываюсь платить У меня есть, что продать Просто на это время надо Ну, ты же понимаешь От меня ничего не зависит Ну, Илья, ты можешь объяснить банку У меня все-таки муж пропал Я не знаю, может быть, его уже в живых нет Ладно Давай так Ты напиши заявление Подробно все изложи и попроси отсрочку Ну, а банк оценит перспективу погашения кредита И предложит вариант Да, конечно Я поняла Я поняла Я поняла Мама, а папа нас бросил, потому что я плохо себя вел? Ну, что ты, Ник Папа просто, он, он в командировке А с чего ты взял? Маша сказала Маша 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 Ты зачем Нику всякие глупости говоришь, м? Не хочешь в своей комнате прибраться? Мама, давай я тебе помогу Ну, тебе не стыдно, даже Ник мне помогает Ну и радуйся, что он у тебя такой хороший У меня вообще-то пубертатный период Я в разладе с собой и окружающим миром Ну, хорошо, лежи тогда в грязи и в разладе с собой Пойдем Мама, смотри, какой для папы домик сделал Он скоро из командировки приедет Как только сможет Давай Малыш, мы опаздываем уже Быстрее давайте Так, ну все, пойдемте Пошли В этом месте Маме Маме КОНЕЦ Ну, как же так? Машина почти новая. Пробег маленький. Отличное состояние. Ну, полгода назад у вас ее покупали. А сейчас вы предлагаете мне треть цены? Ну, вы же не только за машину платили. А ОСАГО. А КАСКО. И вообще, машина только выехала из салона и тут же подешевела на 20-30%. Ну, это какой-то кошмар. Нет, конечно, мы можем выставить ее и по вашей цене. Но тогда вы ее быстро не продадите. А вам же нужны деньги срочно? Да, срочно. У меня кредит в банке. Тогда выбирайте. Или-или. Ну, хорошо. Я согласна. Хорошо. Пойдемте оформлять. Мам, а будем ли мы во дворе с ребятами поиграем? Можно. Аккуратно. Ну что, с ума сошли здесь же дети? Стой! Стой! Машка, зачем ты мой домик разрушила? Я не трогала его, отвянь. Маша. Вика, я с вами выходила. Продолжение следует. Да вы не переживайте. Разберёмся. Если кто-то и был в вашей квартире – обязательно найдём. А вы в следующий раз звоните прямо мне? Что значит в следующий раз? Это что, повториться может? Сейчас-то мне что делать? У меня дети. Поставьте квартиру на сигнализацию. Я не могу поставить сигнализацию. Это дорого, у меня денег нет. Замки сменим. Я всё сделаю. Виктория, подождите, пожалуйста, внизу. Хорошо. Возьмите. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, какие мысли? Да блажит твоя соседка. Мои парни ничего в её квартире не нашли. Ни отпечатков пальцев, ни следов взлома. Чего она взяла, что там кто-то был? Из-за того, что игрушечный домик сломался? Ну, по квартире, может быть, и блажит. А мотоциклист? А, вот взглянись, её слов составлены. Не нравится мне этот мотоциклист. Какого-то меня напоминает он. Кого? Не знаю. Наверное, показалось. Эти фотороботы, они все на одну морду. Я тебе борща наварила. Поешь? Марин, иди домой, а. Хватит меня пекать. Угу. Как же. Опять выпившу, опять гоняешь на своём мотоцикле. Собьёшь кого-нибудь или сам разобьёшься? Ты меня достала. Не пил я. Паш, ну что ты со мной как с неродной разговариваешь? Я ж тебе добра хочу. А то вместо того, что вот дурью мается, он пошёл бы лучше в такси хотя бы пошёл. Шашечки поставишь, будешь ездить. Круто. Всю жизнь мечтал об этом. Да мало ли, о чем ты мечтал, Паш. Сейчас такой биографии не поднимешься. А в таксисты бы, может быть, и взяли бы. А зачем я тогда институт физкультуры заканчивал, а? Для чего вот это вот мне всё нужно тогда спрашивать? Потому что ты сам виноват, Паша. Не надо было лезть на рожон. Всё. Теперь не возьмут тебя никуда. Посмотрим. Так, смотри внимательно и запоминай. Угу. Ну что, вы долго ещё? Может, передохнёте, чай попьём? Да нет, спасибо большое. Нас там Соня ждёт. Ужин стынет. Привет, Машка. Маша, с тобой поздоровались. Привет. Так, подожди. Что случилось? Что такое? Саблин уезжает в Швейцарию. Его в какой-то крутой клуб пригласили. А вас что, бросает? Нет, он всех берёт, за кого родители заплатят. Слушай, а может быть, Машу к нам в «Динамо»? Не пойдёт она к нам в «Динамо». У нас же не крутой клуб, а обычный. И тренер уволился. Ну да. Динка, ну не плачь, я придумаю что-нибудь обязательно. Ну что ты придумаешь? Ты мне даже не маму, папу бы придумал. У тебя даже денег нет, ты ничего не можешь. Вика, мы уже почти закончили. Принимай работу. Ну что? Борис подарил на пятилетие свадьбы. Ну я же тебя полгода назад просила. Ты ни в какую. Ну а теперь Калинин мне купил, ну почти такой же. Ну а что, ты теперь не купишь? Да вроде и не надо уже. Дай я примера. А мне нравится. Ну как? Не твой стиль. Думаешь? Однозначно. Ладно, Вика, возьму я его у тебя. Но только чтоб тебя выручить. И больше пяти тысячи баксов дать не смогу. Подожди, как пять тысяч? Ты мне десятку тогда предлагала? Викусь, ну как любит говорить моя мама, дорогая ложка к обеду. Ко мне идёт. Правда? Угу. Соня! Ну ты чего нагрузилась, а? Мы же хотели вечером вместе сходить. Да ты и так стоишь после работы. Здравствуй, Виктория. Как дела с кредитом? Решили проблему? Текущие платежи внесла. Даже осталось немного. Хоть чуть-чуть дух перевести. Ну а дальше буду думать, как гасить кредит. В суде, когда это всё закончится. А? Новости есть какие-нибудь? Нет. Но деньги со счёта точно сняли после исчезновения вашего мужа. И это подозрительно. Кто-то воспользовался карточкой Бориса. Преступник? Какая ты у меня догадливая, зайчонок. Ладно, я пойду, а то у меня сейчас обед закончится скоро. Давай, не задерживайся. Я сейчас приду. Счастливая ты, Сань. Так он тебя любит. А на меня Борис никогда так не смотрел. Виктория Николаевна, мы по поводу вашего долга банку. Мы прислали вам уведомления, но вы нас игнорировали. Я не получала никаких уведомлений. Это ошибка, извините. Объясните, откуда долг? Я же деньги перевела. Вы опоздали, и следующий платёж уже подошёл. Я была в банке, просила отсрочку. Что вы делаете, молодой человек? Вы не у себя дома всё-таки. Так а может быть уже дома? Банк вам отказал, оценив перспективы и риски. Ну, у меня нет больше ничего. Как? А квартира? Вы же можете продать квартиру. Как это? Ну, вы же не работаете. Вы как долг отдавать будете? Как это продать квартиру? Знаете что? Уходите отсюда, иначе я сейчас полицию позову. Она нам ещё угрожает. Ведь я могу обидеться. Не обижайте мою маму! Ух ты какой шустрый! А ты знаешь, что без денег и жилья, твою маму могут лишить родительских прав. А тебя и сестру сдадут в детдом. А что здесь происходит? А? Участкова Зинуров, документы предъявите. И что же вы делаете в квартире гражданки Невской? Ну, принесли документы у неё. Долг по кредиту. Правда? А вы новый закон о коллекторах не читали. Сначала суд, а потом всё остальное. Поэтому давайте на выход. Спокойно, командир. Мы уже уходим. Давайте быстрее. Промарусь. Спасибо. Идите к себе. Да главное, не переживай. Ничего они тебе не сделают. Я знаю адвоката, он как раз специализируется по таким делам. Я тебе его номер и смс-к скину. Хорошо. Спасибо. Всё, давай. Пока. Ты же мне не сдашь в детский дом, мама? Глупенька, иди ко мне. Ты что, мама? Глупенька, ты же за меня роднее родной. Правда? Доченьку мою. Из Дениса мы что-нибудь придумаем. Хорошо. И вообще у нас будет самая счастливая семья. Я вам обещаю. Мама, мы гулять идём? Сейчас с ней к маме поговорить по телефону и пойдём. – Алло, Илья. – Да? Я жду-жду твоего звонка. Вот сама решила позвонить. Ты не забыл про меня? Нет, не забыл. Ну, не всё так просто, радость моя. Главная проблема в том, что у тебя нет опыта. Хотя, ты знаешь, я люблю неопытных. А главное, благодарных. Илья, послушай, я же не министром финансов прошусь. Простой операционисткой. Ладно. Потерпи ещё, Воротеньков. Хорошо, я подожду. Пошёл собираться. Привет. До ловца и зверь бежит. Как раз думал о тебе. Как дела? Нашёл свою Алену? Нашёл. Слушай, хороших девушек на свете полно. Встретишь ещё свою? Как с работы дела? Да ещё пока. Ну и отлично. У меня сын занимается в Динамо. Им сейчас нужен позарез, новый тренер. Да было это можно. И что? Зам по кадрам с порогу отшил. Сказал, с моей статьёю к детям близко не подключится. Слушай, ну они не имеют права. Давай так. Пойдём вместе и посмотрим, что они мне скажут. Ну давай. Ну всё, договорились. Бывай. Семён, ты плохо меня знаешь? Я ж тебе не Борис. У меня на десять ходов вперёд всё просчитано. Сколько ты хочешь за мою расписку? Да всего ничего. Лимон, видишь? Его и хочу. Ты не заигралась часом, девочка? Как хочешь. Сейчас с Парнасу не с кого свои деньги выбивать. Получи твою расписку, раздену тебя до нитки. Спасибо, если ещё не убьют. Ну вот, собственно, тут девчонки-операционистки. Угу. А ты пока будешь работать у банкомата. Ну как тебе? Я думаю, сама походу… Симпатичная. Всё-таки у тебя красный диплом. А теперь пойдём, я покажу тебе свой кабинет. Интересно, она его любовница? Ну а как же? Чё бы он сюда её пристроил? Добрый день. Так, внимание, дети! Сюда подошли все. Я Павел Гусаров, ваш новый тренер. И у меня к вам один вопрос. Кто хочет победить в Умбелдоне? Я! Молодцы. А можно научиться вас о эфирной подаче? Ты что? Сейчас так никто не играет. Сейчас нужно выигрывать розыгрыш с первого удара. Или играть обводящим. Я смотрю, теоретически подкованно. Давайте перейдём к практике. Для начала соберём мячи и построимся в две шеренги. Давайте, поехали, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушка, простите, не заметил лужу. Готовы скупить? Если только кровью. Ладно, вы уже сделали всё, что могли. Ну это не всё. Вы не знаете, на что я способен. Хотите, куплю вам новое платье. Извините, я опаздываю на работу. А вы что, вы там в банке работаете? Да. Интересно. Послушайте, вы меня преследуете или охраняете? А вам как больше нравится? Григорий Петрович, добрый день. А? Привет. Документы надо срочно подписать. Ань, а кто это? Это президент нашего банка. Добрый, Григорий Петрович. Начальство надо знак в лицо. Паша? Привет. Привет. Ну как тебе? Тебе на работу ходить не в чем, а ты компьютер купил. Почему не в чем? У меня добра полный шкаф. Ага. Десятилетней давности тебе добро. На-ка вот, примерь. А? Чтоб всё делал без сестры. Не надо, слишком яркий. Зелёный, это твой цвет, Паш. Ну какой. Марин, я не буду это носить. Ой, как хочешь. Я для него стараюсь, стараюсь, всё делаю. А ты как чужой. Как хочешь. Так, пошли обедать. Пошли обедать, Марта. Ой, в этих договорах сам черт ногу сломит. Вот. А если бы вышла замуж за Витьку, тебе бы не пришлось ноги ломать. Мам, ну ты опять за свою. Ну дай. Ну вот ты же после смерти отца не вышла замуж. Почему? Ты однолюбка и я однолюбка. Вот, вёл тебя. Пошли обедать. Мам, подожди, вот смотри. Присядь. Здесь одно противоречит другому. Так, что у тебя там противоречит? Смотри, вот я вношу задаток. Спрашиваю, если я передумаю, вы вернёте деньги? Мне говорят, мы вернём деньги. Здесь написано, задаток не возвращается. И по арифметике получается, что я каждый месяц должна буду отдавать половину своей зарплаты. Позвони в салон, пусть объяснят. Точно? Да? Добрый день. Я хочу уточнить по поводу договора. Одну минуточку. Учтите, акция у нас на автомобиле прошлого года действует только до конца месяца. У вас реально сейчас есть шанс купить автомобиль на самых лучших условиях в городе. Спасибо. Да, слушаю вас. Мама, ну что? Смотрите, я хочу купить машину за 300 тысяч. Так. Вношу 90 тысяч. А остальные как? А остальное в рассрочку. Для вас это будет всего 6,5 тысяч рублей в месяц. Это совсем недорого. А график выплат мы сможем согласовать для вас самый удобный. Подождите, но за пять лет это получается совсем не 300 тысяч. Девушка, мы никого не заставляем. У нас полно желающих. Я ничего не понимаю. А может, посоветоваться с кем-нибудь, а? С Борисом Невским. Ой, ой, опять Невский. Мало на тебя плевали. Странно. Мама. Мама. Мам, мне кажется, у них что-то случилось. Ну и чего? Слушай, а где ключи от нашей ОКИ? А куда ты на ночь глядя, Марта? Настя. Пришли, пожалуйста, мне личные дела сотрудников операционного отдела. Хорошо. Замужем. Привет, Маша. Ты чего тут одна сидишь? Гуляю. Ясно. А мне теперь не до гуляний. У меня каждый день тренировка. Ренат у нас такой важный стал. Никакой он не важный. У них на теннисе тренер новый. Знаешь кто? Ахнешь. Ну, кто же. Какой это Павел Гусаров? Да ладно, Павел Гусаров тот самый? Да, тот самый. В голове не укладывается. В моей тоже уже ничего не укладывается. Так что помочь ничем не могу. У самой денег нет. Слушай, а может быть тебе взять машину с пробегом? Выбрать состояние поприличнее. Выйдет дешевле. Просто надо по деньгам все прикинуть. Может, Борис? Коллекторы, наверное. Девушка, хочу предложить вам новинку. Аппарат 4МН. Он один заменит вам глюкометр, тонометр, градусник, кардиограф. Один вылечит всю семью. Спасибо, нам ничего не надо. Девушка, подождите, у нас акция. Да, вылечите сначала. Как они достали, эти аферисты. Короче, кредит в автосалоне может выйти дороже, чем в банке. Они же посредники, сама понимаешь. Им тоже нужно что-то в себе наварить. А клиент запал на машину и хватает ее с лед. Да черт с ней с этой машиной. Мне ребятишек твоих жалко. Слушай, а давай на несколько дней их возьму с собой. У нас лес, речка, погуляем. Спасибо тебе, Марта. Ну, я не хочу их от себя отпускать. Понимаю. Так, ваша карточка. Спасибо. Я могу вам чем-нибудь помочь? Ой, деточка, помоги мне, пожалуйста. Мне деньги надо снять. Только мне надо большую сумку. Угу. А большую это сколько? Двести тысяч. Угу. Простите, а зачем вам так много и сразу? Ой, да я решила себе прибор купить. Говорят, от многих хоре и помогает. Вот там на улице меня молодой человек ждет. Он кому-то обещал уже этот прибор, но я его еле уговорила. Он мне его продает, но деньги сразу, чтоб ему. Уважаемые, вы же понимаете, что не бывает приборов от всех болезней. Вас обманывают. Это мошенники. И поэтому они и торопят, они всегда так делают. Ой, да что это я? Ой, 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 ой. Будьте аккуратней. Представляешь, бабулька сейчас. Чуть на двести тысяч не кинули. Понимаешь, это не наше дело. Кто сколько снимает и что покупает. Ну, у каждого своя голова имеется. Ну, как-то это не по-человечески. А что, Борису не нашли? Нет. Затаскали по опознаниям. Если бы ты знала, как я устала на этих покойников смотреть. Да уж, неважно выглядишь. С чего мне хорошо выглядеть? Готов поднять тебе настроение. Ну, а что, сходим в клуб, прозреемся, а? Спасибо, Илья, но я не смогу. Проблем выше крыши. Здравствуйте. Я могу вам чем-нибудь помочь? Да мне нужно штраф оплатить. Так, хорошо. Давайте. Эти торгающие ко мне приставали со своим чудо-прибором. Но я-то их сразу послала, а старики народ доверчивый, вот, и разводят их на деньги. Ну, ничего. Поймают, рано или поздно. Ты лучше расскажи, как с квартиры дела обстоят. Адвокат хороший, спасибо. И недорогой. Документы уже почти все подготовил. На днях в суд передаём. Ну и отлично. Чем-то ещё помочь? А, слушай, тут Машка попросилась… Привет! Сама попросилась в вашу школу спортивную. Может, замолвишь словечка? Без проблем. Спасибо. Привет. Ну, поздороваться, Ник. Как тебя зовут? Мария. Шарапова? Нет, Невская. Ты сначала докажи, что вообще ракетку в руках держать умеешь. Ничего я тебе не буду доказывать. Так, не цупляйтесь к ней, а ты отойди от неё. Ренат, я сама могу за себя постоять. Да, пожалуйста. Так, в чём дело? Павел Николаевич, Мария у нас будет заниматься. Нам он директор разрешил. Ренат, Мария у нас заниматься не будет. У нас группа и так переполнена. А остальные штукши развесили. Приготовиться к тренировке. Давайте, разминаемся, разминаемся. Поехали, 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 ребят. Маме, не приложу, что делать. Пришлось и садик, и забрать. Нам теперь это не по карману, а в муниципальном мест нет. Слушай, во мне всё равно с Диной сидеть. Могу за двоим присмотреть. Ну, она никак. Ладит хорошо. Сонь, спасибо большое. Ты меня, правда, очень выручишь. На здоровье. Спасибо. Мань, ну успокойся. Не плачь. Саша, иди на корт. Хорошо. Ладно, Маша, возьму я тебя. Правда? Правда, правда. Возвращайся. Спасибо. Гусаров, это просто мечта. Тебе помочь? Давай, проверь карманы. Завтра хочу в химчистку сдать. А этот Гусаров, он кто? Это мой тренер. Он классный. Он уходил в двадцатку. Айтипи-тура. Да? Да. Никогда не слышала. Ну, а если он такой крутой, что он к вам тренером пошёл? Надо с ним познакомиться. Увидишь, сразу влюбишься. Так, давай ещё это. Здесь. А это кто? Не знаю. Выбрось. И салфетку возьми. Угу. Так. Хорошо. Что? Что такое? Вы что делаете? Мам, привет! Привет! Ну что, где твой чемпион? Вот он. Молодец. Прошу занести. Вы что, знакомые? Это же мой тренер. Маш, иди ко мне. Мам, ты чего? Так это же Гусаров. Иди сюда. Мне надо было раньше с вами поговорить. Мне не о чем с вами говорить. Вам что от нас нужно? Вы нас преследуете? Бегом в машину. Быстро. Марат, дети, идите в машину. Там этот тип, который ударил Бориса и который ко мне в квартиру залез. Так, где он? Вон он идёт. Это их тренер. Тренер? Подожди. Гусаров? Так, а что ему за тобой следить-то? Откуда я знаю? Так, успокойся. Я знаю. Он искал свою невесту. Она раньше в квартире вашей жила. И что? При чем здесь Боря? Почему он его бил? Так, я вообще ничего не понимаю. Поехали к Боченька. Если что, во всём разберёмся. И он вызовет его. Не волнуйся, всё будет хорошо. Привет. Проходи. Садись. Огощайся. Спасибо. Как-то аппетит пропал. А что это за принудительная доставка на дом? Напугал до смерти. Значит, испугался. Это хорошо. Это очень хорошо. Я сейчас тебя ещё больше испугаю. На, вот смотри. Интереснейшее чтиво. Откуда у тебя это? Оттуда. Оказывается, вы с Невским такие дележки проделывали. О! Тебе, детка, от пяти лет светят за экономическое преступление. В особо крупных размерах. По предварительному сговору. Хочешь получить свою расписку? Ну, хочу. Хочу. Только теперь не я, а ты мне доплатишь. А. Два лимона? Да ты спятил! Откуда у меня такие деньги? Я с этих сделок небольшой процент лишь получала. А ты вдову потряси. Наверняка знаешь, где Невский барыши спрятал. А вот это идея. Конечно, надо её потрясти. А то жила себе вся такая неземная. Я вкалывала, а она жила на всём готовом. Справедливо. Очень справедливо. Ну что, выпьем? За будущее нашего предприятия. Игорь Негода. Это что, твой телефон? А кто это тебе звонит? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Алло? Ника, а иди сюда, иди ко мне Скажи, кто тебе звонит, кроме меня и Маши? Да не знаю, дядька какой-то Какой дядька? Ну что он тебе говорит? Да ничего такого Хорошо Да, слушаю Здравствуйте В чем дело, я не понимаю Девушка, я прошу прощения, банкомат временно не работает Мы ждем на тассаторе А мне нужны деньги, где здесь другой банкомат поблизости? На улице есть пять минут ходу Девушка, уже поздно, у нас здесь охрана В кругом видеокамеры, а там безлюдный переулок, это опасно У вас и карты, и деньги могут забрать Подождите лучше десять минут Невская, опять клиентов жизни учишь? Ну, я вообще помогаю, это моя обязанность Илья, отпустишь меня сегодня пораньше? Ну, за дополнительную благодарность Чем-то помочь? Спасибо, я справляюсь Я ваш должник, если что, обращайтесь Спасибо Ты отпускаешь или нет? Договоримся Солота Вик, садись, до дома подвезу Да я не домой, мне в морг опять Ну, давай до морга довезу За одной лучше не ездить, подержу, если что Ну, давай, а то я опаздываю Девчата, давайте, давайте, двигаем ножками Здравствуйте, Павел Николаевич О, привет, Мария, я очень рад, что вам мама разрешила тебе заниматься При чем тут она? Я сама за себя отвечала Маша, за тебя отвечает она Если она против, то я не могу тебя тренировать Попробуем с ней поговорить Да она не услышит, как папа не встала, все посыпалось Деньги пропали, машину пришлось продать Так еще и эти коллекторы В машине могу ничего помочь Вика 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 Ты что, с ума сошел? Да, сошел И когда тебя вижу, у меня просто крышу сносит Илья, прекрати Ты куда меня привез? У меня тут квартирка Поднимись? Мне домой надо Ну, ладно, успеешь домой Пойдем ко мне Куда к тебе? Твоя жена знает про эту квартиру? Ну, конечно же, не знает Есть вещи, которые женам знать не положено Ты же про свою уборку тоже не все знаешь? А что я про него не знаю? Ну, может у него тоже такая квартирка имеется Что под семьей отдыхать Ты что несешь? Ну, а что такого? Это вполне нормально для здорового мужчины И здоровой женщины Я сказала, прекрати! Ай, дура! Глаз попало! Стой! Ай, дура! Ай, дура! Ай, дура! Не подходите, я сейчас закричу! Да что я вам сделаю-то? Я пришел поговорить о Маше! Не забирайте ее с тенниса! Девочки талантливые! Сломайте ей судьбу! Вас это не касается! Что вы к нам привязались? Ну, так же нельзя! Я сама разберусь, что мне делать с ребенком! Вы лучше скажите, где мой муж? Вы что, с ним женщину не поделили? Что вы с ними сделали? Твой муж, Борис Сневский, убил мою невесту Алену Синицыну Как убил?